За свою жизнь Виталий Семенович Маслов занимал много важных почетных постов. За свои заслуги Виталию Маслову присвоены звания почетного гражданина города Мурманска, почетного полярника, ветерана атомного ледокольного флота и почетного радиста. Виталий Семенович родился 1 сентября 1935 года в большой поморской семье в деревне Семжа Мезинского района Архангельской области. Там же он закончил начальную школу, затем школу-семилетку в поселке Каменка, потом учился в Ленинградском мореходном училище на радиотехническом отделении, по окончании которого работал сначала на Дальнем Востоке, затем в Сахалинском морском пароходстве. А в 1962 году Маслов переходит работать в Мурманское морское пароходство на первый в мире атомный ледокол Ленин, на котором он проработал практически всю жизнь. Маслов говорил «Мурманск – мой город. Я люблю Мурманск больше всех других городов. Семжа – моя деревня, моя родина. Я люблю Семжу больше всех других деревень. Русская земля – моя земля, и я люблю эту землю больше всех на свете». Была у него одна мечта, которую он сделал былью. Дом памяти в деревне Семжи – первый такой дом в стране. Он был необходим для сохранения имен, кто сложил головы за Отечество – имена солдатских вдов и матерей. Именно он одним из первых выступил за то, чтобы атомный ледокол Ленин не утилизировали, а сделали из него музей-памятник. Маслов говорил «Что значит ледокол Ленин? То же самое, что полет Гагарина. Атомный ледокольный флот – гордость России. Его нужно беречь, как зеницу ока, а главное – строить новые ледоколы. А Ленин поставить на вечную стоянку и превратить его в музей освоения Арктики». Виталий Семенович Маслов – один из инициаторов воссоздания в России праздников славянской письменности и культуры. На Кольской земле в мае 1986 года по инициативе Мурманской организации Союза писателей России возобновилась древняя традиция честовать первоучителей Кирилла и Мефодия. Еще в 80-е годы Виталий Маслов выступил с предложением установить в Мурманске памятник создателям письменности, светлым, равноапостольным Кириллу и Мефодию. И в 1990 году Болгария подарила городу Мурманску этот памятник, и он занял свое место перед фасадом областной научной библиотеки, а площадь, на которой он сооружен, получила название «Площадь первоучителей». Это точная копия памятника, который стоит в Софии и в Риме. Виталий Семенович Маслов – сын Поморья. Он посвятил ему все свои романы, повести и рассказы, все свои художественные и публицистические произведения. Он открыл нам целый материк, населенный русскими людьми, целый народ. И удивительное имя ему – Поморы. Умер Виталий Семенович 9 декабря 2001 года. Декабрь в Мурманске – месяц памяти мореплавателя, писателя, выдающегося общественного деятеля русского Севера. Все, о чем пишет в своих рассказах Виталий Маслов, не придумано, а увидено собственными глазами. И катающийся с ледяных горок пингвины, и белый медведь, послушно по вечерам принимающий душ на борту атомохода, и рыба-сайка, которая сама зубами хватается за нитку, лишь бы ее на лед вытащили. Все это – лично пережитые открытия. Виталий Маслов, как пингвины, с горы катались. Миновали экватор, прошли чрезрегущие сороковые широты, остались позади неистовые пятидесятые. Вбегает в рубку радист, у которого я час назад вахту принял. Пингвины с горки катаются. В Антарктиду я шел впервые и никогда прежде не видел пингвинов. А тем более, как они с горки катаются. Ладно бы кататься, это возможно, но чтобы катаются, не дети же. Бегу на палубу, а кругом уже лед, антарктический, и айсберги впереди по горизонту, как горы, штук десять в пределах видимости. А судно наше уже сбавило ход, осторожно движется по узкому извилистому раздолью. Где? И не успел еще мне коллега мой ответить, а я уже и сам вижу. Только не с горы катаются. А на лед из-под воды черными торпедами вылетают, будто выстреленные. Какой, однако, надо разгон под водой взять, чтобы вот так на отвесную льдину, на двухметровую высоту выскочить. И взлетают они из-под воды без единого всплеска. Летят сперва прямо вверх, потом чуть наклоняются вперед и опускаются на лапки, точно на кромку. И ни один ни на льду не упал, ни в воду не свалился. Первый, второй, сразу два, пятый, ух их сколько, выскакивают, отряхиваются, оглядываются неторопливо. Не туда глядишь, не с того борта, смеется мой коллега, и мы спешим на другой борт. Чуть впереди, по курсу, совсем неподалеку, розовая от вечернего солнца горка, обычный, не очень высокий торос, занесенный снегом. Пингвины на горку неуклюже карабкаются. Вскарабкался, осмотрелся, постоял, будто нарочно, чтобы мы его как следует рассмотрели. А ведь и вправду красавец, фраг аккуратненький, так и отливает на солнце его густая, чуть и синяя чернота. Осанка гордая, оглядываясь, шею церемонно клонит, наконец сделал шажок вперед, упал на живот и, отталкиваясь крылышками, как руками, покатился. И катился долго-долго туда, к Антарктиде, далеко нас обогнал. Любые, даже самые разотличные салазки уже семь раз бы остановились. Поодаль, лежа, он напоминал уже не чопорного дипломата, а какого-то непривычного, жирного, плотного, сидящего, общипанного, почти без хвостого гуся. И ему, кажется, не верилось, что горка уже кончилась. Помедлив, он развернулся на животе, поднялся и неторопливо заковылял обратно в горки. А навстречу ему еще один пингвин катится, еще один, а наш первый вот уже снова на горку карабкается. Мы шли разводьями дальше на юг, и много их было, пингвинов. И тот первый в антарктическом льду вечер, и каждая новая группа их была чем-то не похожа на предыдущие. Чем ниже садилось солнце, как бы оплавляя азберки, чем больше крепчал мороз, тем пингвины становились медлительнее и любопытнее. Вот бредут они куда-то в сторону от полыньи, один за другим, растянутую колонною, лапы ставят все шире, шире, крылышки все растопыривают. Такое впечатление, будто пацанчик годика трех-четырех перегулял на морозе и описался. И вот теперь бредет в заледенелых штанишках домой, в конец озябший и уставший. А когда солнце коснулось на западе горизонта и совсем синяя стало, пингвинов потянуло ко сну. Они попадали в промерзший снег, там, где застала их ночь, и хотя схожесть их с детишками при этом вроде бы пропала, все равно даже глядеть на них, таких непрекаянных, было зябко и неуютно.